На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Замечаю, что вера угасает, нет желания молиться, хотя раньше все давалось легко. Возможно ли преодолеть этот кризис? Скорее всего, человек, который задал этот вопрос, человек новоначальный. И для него очень естественно было молиться с горячим сердцем. Господь дает тем, кто только-только пришел к нему, особую некоторую благодать. Иногда ее даже называют призывающей благодатью. Эта призывающая благодать для каждого человека очень важна, потому что неизбежно за этим приливом великим следует отлив. Иначе бы мы не ценили, наверное, эту благодать Божию, думая, что это теперь уже навсегда. И вот эта благодать Божия как бы потихонечку от нас начинает отступать. Не потому, что Бог от нас отступает, а потому что таково свойство человеческой природы. Человек не может находиться все время в напряжении, и за приливом следует отлив. И мы должны тоже понимать, что Господь почти всегда в тех или иных обстоятельствах нашей жизни сообразует ту благодать, которую Он нам дает. Тогда, когда нам становится особенно трудно, тогда Господь особенно близок становится к нам. И если Господь от вас отступил в том смысле, что вы перестали вдруг желать молиться, то будьте уверены, что тогда, когда настанет черед испытаний в вашей жизни, тогда вдруг вы вспомните, как следует, о Боге, вспомните о том периоде в вашей жизни, когда только Бог был вам на потребу. Тогда благодать Божия особенно опять будет чувствоваться. Тогда вы будете благодарить Бога даже за те испытания, которые Он вам послал, потому что чем темнее ночи, тем ярче звезды, и ближе Бог, по словам поэта, Бог действительно становится ближе к страдающим людям. Поэтому будьте спокойны. Рано или поздно то первоначальное рвение, о котором вы вспоминаете, оно к вам вернется с какими-то трудными, может быть, обстоятельствами в вашей жизни. Господь будет рядом, Господь будет идти вместе с вами, и вы эти испытания будете вспоминать с благодарностью, потому что рядом будет сам Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.